Привет всем смотрящим! Сегодня я хочу немножко рассказать о комнате 25. Есть распаковка самой базовой игры у нас на канале, но с того времени, как мы ее первый раз попробовали, она показала себя очень необычным образом, чего я от нее не ожидал. Сейчас я расскажу. У нас сегодня на распаковке Женя помогает мне. Всем привет! Она оказалась совершенно неожиданным хитом в нашей семье. За три дня мы в нее сыграли 15 раз. Это абсолютно рекорд для всех. Нет, это все вместе. А первый раз, когда мы открыли, мы сыграли 15 раз за три дня примерно. Это абсолютно рекорд среди всех игр, которые я не играл. За такой короткий срок не было ни одной игры. Почему это так произошло? Неожиданно она понравилась обеим девчатам. И шестилетней, и восьмилетней. Казалось бы, игра довольно сложная, но после объяснения она становится простой. И они просто, даже младшая, каждый вечер заставляла просто играть в нее. Хочешь, не хочешь — садись. Она устраивала скандал, но лишь бы поиграть в 25 комнату. Папа, я хочу поиграть в 25 комнату. И это было здорово. Она мне даже уже надоела. Не жалуйся. Но то, что она подошла детям — это очень удивительно. Да, можешь успаковать. Она настолько нам понравилась, что вот Женя не выдержала и захотела посмотреть, что есть в расширении. Да, потому что меня захватил второй сезон в плане, ну не как то, что мы еле-еле выигрываем. Но тем не менее, любопытно посмотреть, что там есть. И пока вот распаковываем дополнение, я просто за одним расскажу об особенности этой игры. Она, на удивление, зашла всем у нас в семье, особенно детям, что было неожиданно. Они хорошо ее освоили. В принципе, там, конечно, сам процесс очень простой. Два приказа делаешь и раскрываешь. Ну да, в основном два действия получается, но надо заранее это продумывать. Ну да. Потому что неизвестно, как повернутся события. Да, поэтому надо смотреть, то есть все заранее обдумывать. Так, сейчас. Я аккуратно все пытаюсь сделать, чтобы не испортить. Так что, несмотря на то, что здесь вот написано, что 10+, она зашла и в 6 лет. То есть, неожиданно, но эту игру я могу рекомендовать для семейной игры с детьми. Это было для меня большой сюрприз. Я на нее особо не рассчитывал в этом отношении. То есть, я ее брал, как я объяснял в первом видео, для того, чтобы играть с гостями, когда есть много людей, потому что мало игр рассчитаны на 5 и более человек. А это до 8 человек. Да, тем более, есть такой интересный режим это с предателем. Да, до которого мы еще никак не добрались и уже хотим план побега. Не, но хотим попробовать, потому что, ну, если будет все хорошо, то мы можем попробовать. Самый интересный режим это режим с предателем. То есть, ты сидишь, подозреваешь и так далее. Но с детьми немножко сложно мне играть. Им, наверное, еще к чему она зашла, потому что она кооперативная. И если даже ты проигрываешь, то есть, не ты проигрываешь, а вся группа, это не так обидно, когда ребенок проигрывает сам, а они не умеют проигрывать дети еще. Хорошо, смотрим, что у нас в плане побега. Чем она порадует нас и что добавит? Ну, вы не карточкой. Мы не знаем, что там. Да, потому что при вас распаковали, поэтому мы не будем хитрить, мы ничего не знаем, что там находится. А там какие-то бумажки. О-о-о-о. Расшифровывать, я так понимаю. О, господи. И чё? Так, два листа с шифрами. Кажется, каждый этот набор букв обозначает. Так, большая пачка карт с какими-то схемами. Так, смотри, дальше я пока пачку вскрою. Так, тут у нас, естественно, правило. Так, пытаюсь что-то достать. А-а-а. Да, конечно, хорошо уложили все. Только как это достать? Так, Макс, помоги. Ножом. А, давай, поддите. Ну, или так. Самый простой. Ну, давай тогда. О, тут еще и комната есть. Да, я говорю, это дополнительные комнаты, понял. Так, тут очень много карточек, притом очень странных, то есть, таких подобных нету. Ну, здесь надо читать в правилах, чтобы это понять, естественно. Ого, какие-то инструменты. Инструменты, какие-то. Какие-то схемы. О, коды. Коды и чего только нет. Угу. Потом еще коды, ну, то есть, обозначения, цвета. Какие-то шифры. Я не читал еще правила дополнения, поэтому не... Ну, и вот это как более-менее стандартно, а вот это все новое для нас будет. Ну, вообще, все абсолютно, поэтому... Поэтому для нас это все новое, ребят, ничего не подумайте. Так, комнаты. Так, получается, сама тихо-аккуратно будет. Так, это, по-моему... А, наверное, с вопросом, это может там что-то она будет решать. Потому что у них и много одинаково. А может, кому-то с вопросом может обозначать, то есть, что-то, ну, то есть, неизвестное будет. А вот это дешифраторское, из всего, потому что здесь вот собирается какой-то дешифратор. И по нему, я так понимаю, выясняется... Ну да, вот по всеми вводится. Да, потом это надо будет сверять, и я так понимаю, если подберешь, может, верный, то... Не знаю, есть ли смысл таких наворотов к этой игре. Она и так, в принципе, играбельная. И так сложно, если честно. Так, состав дополнения не очень большой. То есть, несколько комнат кодовых разных. Дополнение к планшетам игроков с новыми комнатами, видимо, она добавляется просто к этому. Да, я просто думаю, что это дополнительно. К каждому герою. Плюс большая, очень большая пачка карт наворотов. Да, и вот таблица для дешифратора. О, вот, кстати говоря, вот это вот, что я говорила, вот это вот всякие, видишь, вот эти вот буквы, да, то есть набор. И если, я так понимаю, по нему сравнить, ты смотришь, какие-то вот эти набор цифр, я не знаю. Разберемся. Вот такой состав плана побега. Потом я разберусь и объясню правила, и допишу к этому видео. Или допишу в отдельное, скорее всего, видео. А пока еще раз резюмирую, что я хочу сказать. Игра, от которой я не ожидал никакого особого эффекта, она оказалась самой популярной у нас в семье, у детей. Ну и не только у детей. Да, ну и у взрослых. Даже вот у Жени, которая приходит иногда в гости поиграть. Все, спасибо, что посмотрели. Будем, наверное, записывать по этому дополнению еще дополнительное видео. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok